Ранее здесь была небольшая спортивная площадка, но она скорее приходилась для детей постарше. На ней не было подходящих конструкций и дренажеров для малышей. Сейчас же комплекс включает в себя горки, переходы, тоннели и качели. По периметру вскоре установят ограждения, а также лавочки и урны. По поручению главы города Вячеслава Франко на реализацию площадки из городского бюджета выделено 2 миллиона рублей. За последние 6 лет в районе построено, обустроено, реконструировано 28 детских спортивных площадок. На это привлечено из бюджета и в небюджетных источниках около 30 миллионов рублей. На следующий год, что радует совместно с жителями, с органами ТОС, также подготовлено 8 заявок для участия в конкурсах городского, краевого, проектов и инициативного бюджетирования. Для центрального района Барнаула такое обновление не впервой. Только за этот год обустроено 8 детских площадок. Еще столько же появится в ближайшее время. Полностью же завершить благоустройство площадки в Затоне планируют к середине ноября. Уже прибегают посмотреть, когда же уже открытие. Моя дочь уже приходила, сказала, вот полазить интересно, повыше на каких-то... Вот труба ей приглянулась, качели. Все нравится, все красиво, ярко. В этом году на территории центрального района Барнаула появилось также несколько игровых зон в детских садах. И одна в микрорайоне Благодатная. Велодорожку на детской площадке сделали в поселке Бельмесева. Доделали комплекс для игр на пересечении Красноармейского и Партизанской. До конца этого года еще одну площадку установят около многоквартирного дома на улице Анатолия. Все это позволит детям безопасно проводить время и приобщаться к здоровому образу жизни и спорту. Дмитрий Дроздов. День с толком. День с толком.